Профилактика лечения эндокринных заболеваний, правильное питание и спортивный образ жизни. Эти темы стали главными в ходе Всероссийского марафона здоровья. Масштабный форум прошел в онлайн-режиме во всех регионах страны. Участники, ведущие врачи, ученые, тренеры и диетологи представили свои программы по борьбе с избыточным весом, физическому и интеллектуальному развитию детей, а также психологическому здоровью россиян. Самые важные выводы марафона собрала Алена Рогозина. Делать зарядку ранним утром в центре Москвы особенно приятно. Молодые врачи НИИ эндокринологии заражают собственным примером. Активный образ жизни всех россиян — мечта. И, как всякая мечта, она требует большой работы. В стране эпидемия ожирения. Каждый пятый россиянин имеет избыточную массу тела. А вот во всем мире около трех миллиардов человек имеет эту проблему. Десять лет неравной борьбы с собственным телом. И Ирина сдалась. Пришла худеть в клинику. Вес начал расти. И начал расти семимельными шагами. Надо было что-то делать. Занятия с физиотерапевтом, строгая диета, лекарства. Но все эти методы могут и не помочь больным с тяжелым нарушением обмена веществ. Иногда таким пациентам делают бариатрические операции. Ушивают часть желудка. Когда уже, скажем, не только лишний вес, не только внешний облик пациента, но и тяжелые заболевания, которые являются, опять же, следствием лишнего веса, серьезно нарушают его здоровье и несут гигантскую опасность. Итоги первого российского онлайн-марафона здоровья. Восемь миллионов просмотров. Больше всех задыхаются от тучности жители Ямала-Ненецкого автономного округа, Алтайского края Пензенской области. В результате очереди к кардиологам и бум сердечно-сосудистых заболеваний. А следом рост болезней органов пищеварения, гормональных заболеваний. Это значит, что эндокринология первичного звена должна стать мультидисциплинарной. Принимая пациента, он тут же понимает, что вот у этого пациента, возможно, такая генетическая мутация. А возможно, у него подозрение на такую опухоль. Этот доктор сможет посмотреть микроскоп, может оценить генетические технологии для разработки лечения конкретно этого пациента. Напряжённым Вэнс был весь 2020 год. При центре открыли ковидный госпиталь для пациентов с лишним весом. Это самые тяжёлые случаи в пандемию. Каждая методика, которую использовали для того, чтобы помочь пациентам с диабетом выиграть эту войну с вирусом, была экспериментальной. Утилизируется кислород и углекислый газ, в котором он дышит. И на нижней строчке отображается то количество энергии, килокалорий в сутки. На помощь в борьбе с эпидемией приходят инновационные технологии. Клеточная лаборатория — это такой исследовательский центр, наработки которого будут буквально применимы в клинической медицине будущего. Изучая размеры жировых клеток, их типологию и чувствительность к инсулину, российские специалисты каждому пациенту даже не подбирают, а настраивают терапию по биохимическим, физиологическим и генетическим особенностям организма. И опыт этот, и методика уникальны. Алёна Рогозина, Николай Коскин, Глеб Беленинов. Вести.